Остаёмся? Да. Остаёмся. Всё, ребята, наша семья остаётся жить в Таиланде. Ура! Вот такие вот у нас новости. Ребят, всем привет. Это очередной день в Таиланде. Хотелось бы поделиться новостями. Отпуск наш продлился в Таиланде ещё. Мы решили остаться здесь, но об этом чуть попозже. Как я уже говорил, наша семья без приключений не может. Сейчас мы куда собираемся, девчата? Нас позвал Виктор пообедать с ним, и мы едем покушать. Да, мы поедем в Бикси, на фудкор, там, в общем, дёшево, покушаем. Я не знаю, поснимаем, да? Что мы закажем? Я думаю, интересно будет. Вероничка, что делаешь? Я делаю для нашего коколова шариковый, я уже доделала. Пластилин? Да. А вы пластилин где, Кать, купили? В Таиланде, да? Да, Микси. Вот она постоянно, каждый день что-нибудь лепит, молодец. Ты осталась бы жить в Таиланде? Да. Остаёмся? Да. Остаёмся. Всё, ребята, наша семья остаётся жить в Таиланде. Ура! Вот такие вот у нас новости. Я думаю, что вам они понравились. Сразу же поставьте лайк. Это шутка. Кать, ну, если серьёзно, ты осталась бы жить в Таиланде? Я нет. Почему? Потому что там образование у детей, там у нас работа, дети уже достигли успехов хороших в школе. Не хотелось бы это всё бросать. Да, Полина и Вероника очень хорошо говорят уже на китайском языке, уже изучают китайские иероглифы и китайскую грамоту. Да. В общем, ребята, Китай мы не покинем, пока дети наши учатся. Гуляли и домой. А ты бы осталась бы жить в Таиланде? Да. Почему? Что тебе здесь нравится так? Купаться. Отдыхать. Отдыхать, купаться. Тут жарко, в России холодно, в Китае тоже холодно. В Китае, кстати, да, ребята, холодно. Кто спрашивал, мы живём на юге Китая, в городе Гуанчжоу. И за всю зиму, наверное, один месяц самый холодный. Температура падает до 10 градусов, а бывает даже ещё и ниже. И дома нет утопления, и поэтому очень холодно. А в Таиланде всегда тепло, поэтому мы сюда приехали погреть косточки. Вероничка, привет. Привет. А ты бы осталась в Таиланде жить? Да. Что тебе здесь нравится? Море, бассейн. Хорошие игрушки. Игрушки, отдыхать, в общем, понятно. А почему, ребята, мы здесь решили остаться, Кать? Будем рассказывать? Да, потому что мы опоздали на самолёт. И вы многие писали в комментариях о том, что если не являешься на первый сегмент, то обратные билеты пропадают. И, ребят, спасибо вам за это, потому что мы заранее позвонили в авиакомпанию, уточнили по поводу перелёта обратного. Они сказали, что действительно наши билеты пропали, и мы можем вернуться, только заплатив достаточно крупную сумму. И намного дешевле для нас стало купить билеты. Купить билеты, новые билеты на обратную дорогу. Смысл нам платить эти штрафы, когда можно купить новые билеты и продлить свой отпуск? Да. Мы решили не унывать. Ниоткуда без добра, как говорится, мы остались в Таиланде. Мы продолжаем отдыхать, снимать для вас видео. Я надеюсь, что видео вам нравятся. Сегодня поснимаем наш день. И в конце будет очень интересная новость. Оставайтесь. Я думаю, что будет интересно. Да-да. Вон, посмотрите, я заряжаю копты. А что? Почему? В конце видео расскажу. Я себе взял свой любимый мороженое золото, а вам что-то новенькое. Вы что съели? Да. Та-дам. А, я поняла. Это на теле. Ну, показывайте, показывайте. Покажите. Вау. Ну, как? Вкусно? Ну, моё вкуснее. Слава не изменяет. Всё время мороженое. Именно это заказывает. Мокко. С орешками. Дейли Квин называется. Два вот этих, как, чупа-чупса или как это стоило? По 19. Вот, 38 бат. И славяна мороженое 40 бат, 78 бат. Виктор, мы тут вчера размышляли по-китайски. Мэй Горан, это американец. А как тайский, тайский человек? Тунгурен. Тунгурен. Тунгу. 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 Смотри, китайцы. Тайцы. Таец, как будет? Таи Горан. Таи Горан. Папа прав был. Папа правильно сказал. Я говорю, думаю, ну, Мэй Горан, Мэй Горан. Ну, думаю, Таец, думаю, Таи Горан может быть. Надо, вот, думаю, у Вити спросить. Таи Горан. Таи Горан. Клево. Мы правильно говорили, ясно? А как Элосарен? Элосарен. Элосарен. Элосарен, это русский человек. А иностранец как? Вай Горан. А, Вай, Вай, Вай Горан, это иностранец. Шаг влево, шаг вправо, и уже вечер. Да не говори. Время летит. Что девчата делают? Играем в игры. Вероника лепит. Покажи. Они уже получили. Найди предмет, да? Найди предмет и потом открой дверь. Ты что делаешь? А я и слепила вот такие куга-кило маленькие. Это не найди предмет, это на квесты проходит. Квест? Да, вообще интересные квесты. Ага. А ты там что готовишь? Вкуснотища. Ну-ка покажи. Дети попросили макароны с сосисками. Но это не для нас. А, сосиски у нас уже были, да? Это для них. Ммм, макароночки. Вам просто рыбка. И хотелось бы, ребята, немного разобрать нашу ситуацию по билетам. Конечно, очень жаль, что так произошло. Сумма не маленькая. Планировалась поездка благовременно. И по какой-то небольшой оплошности мы просто упустили наш самолет. Не прибыли на первый сегмент. И тем самым вся поездка, то есть обратный путь, он практически аннулируется. Это хорошо, что вы в комментариях написали об этом. То есть, если бы не вы, то, наверное, мы бы приехали в аэропорт и просто бы получили бы эту информацию и просто бы охренелись, честно. А там еще, наверное, самолет, наверное, ночью, да, был? Да, у нас в 4 утра. Ночью самолет. То есть, представляете, мы бы закрыли бы, ключики отдали бы, все, приехали в аэропорт, а нам говорят, что, ребята, вы не можете лететь, потому что вы не прибыли на первый сегмент. Ну, я в шоке от этого. Я просто, ребят, в шоке. То есть, в принципе, ты не прибыл на первый самолет, но обратный самолет, он же как бы не аннулируется, он же еще активный. То есть, он еще даже повременнее. Нет, но у нас, по идее, да, билеты-то куплены. Но якобы, якобы, если ты не прибыл, то ты не полетел в эту страну, значит, якобы тебя там нету. А если тебя нету, то, значит, обратно ты улететь не можешь. Видимо, по такому принципу они работают. Немножечко странно все это. Сделали звонок в авиалинии, пришлось подключить друзей, знакомых, которые говорят по-китайски, и вопрос решился. Сколько они запросили? За каждый билет по 3 тысячи, да, юаней? Они что-то то ли 10, то ли 12 тысяч у нас запросили. Представляете? Юаней. Ну, то есть, суммы я укажу, 12 тысяч юаней, это примерно вот столько будет. Так можно просто купить билеты любой день, на любую дату. Бизнес, не бизнес, в общем. Дешевле. Дешевле, ребят, можем. Мы посмотрели, мы полетим, кстати, обратно 3 марта. У нас билеты 3 марта не забудь. Я тоже не забуду, я себе поставлю будильник. В общем, на этот момент надо не пропустить. И, ребят, на обратный путь у нас всего 5 тысяч юаней будут стоить билеты до Гуанчжоу. Так что вот такие вот у нас дела. Призываю вас быть внимательным, потому что здесь только момент, надо проверять даты все, время, местное, не местное. Обязательно это все уточняйте. И надеемся, очень надеемся, что наш опыт вам пригодится и что вы не попадете в подобную ситуацию. Потому что ситуация на самом деле неприятная. Хоть и мы постарались все развернуть к себе лицом и продолжаем отдыхать. Но, тем не менее, ситуация неприятная. И поэтому надеемся, что с вами такое не случится. И в связи с этим, ребята, нам пришлось столкнуться с дополнительными хлопотами. То есть нам пришлось доплатить за квартиру, продлить именно арендную плату, срок пребывания здесь. Потом байки нам пришлось проплатить до марта. Что еще? Страховку, ребята. Мы проплатили страховку, чтобы здесь находиться. Да, потому что мало ли вдруг что-нибудь там с детьми и попадать на денежку еще не хотелось бы. И самое главное, сидим мы тут с Виктором, Катя, я, Виктор. И что-то заговорили про визу. И Катю осенило. Вот просто молодец. Я не знаю, она просто такая, виза, говорит. Мы же, говорит, в Таиланде, говорит, по визе. А виза сколько? 30 дней всего. Мы без визы. Мы без визы. У нас штамп в паспорте. Штамп в паспорте, да. Он дает возможность. Подожди. В Таиланде можно находиться, ребята, 30 дней всего. И Катю осенило, что время-то проходит, что дальше идет штрафное время уже. И мы еще столкнулись с рядом хлопот. И, собственно, анонсируем, что я вам обещал в начале видео. Мы, ребята, летим. Камбоджу. Камбоджу. Мы летим в приключения, в новую страну. За новыми приключениями. Нет, нет, нам приключений хватит. Мы летим в путешествие. Мы летим в Камбоджу не зря. Не просто сделать выезд за визой. Хотим повидать Ангкор-Ват. Да, а мы хотим увидеть легендарный, знаменитый, старинный Ангкор-Ват. Поэтому, ребята... Что это? Что это? Скажи, зрители, может, не знают. Что это такое? Это древний храмовый комплекс. В 12 веке был построен очень крутое, такое масштабное строение, которое нужно посетить, посмотреть. В общем, мы, ребята, туда. И плюс ко всему сделать выезд. И, ребята, едем в путешествие. Ура! Ну все, ребята, на этом закончим наше видео. Да. Оставайтесь с нами. Впереди интересное видео из Камбоджи. Впереди перелет сначала в Камбоджу, а затем Ангкор-Ват, а затем вечером мы погуляем по вечернему Семь-Рипу и покушаем камбоджийскую кухню и попробуем камбоджийское пиво, о котором пишут много-много. В общем, обо всем этом мы вам расскажем. Ну все, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч, ребята. Пока! Пока!